всем большой привет рада вас приветствовать на своем канале меня зовут вера давно я не появлялась на youtube не снимал ничего новенького поэтому я сегодня к вам с новым видео и сегодня будет обзор парфюмерии а если честно до недавнего времени мало мне известный это аналоговая парфюмерии инфес инфес является вообще официальным дистрибьютором турецкой парфюмерии усо в россии вообще про фирму усо я наслышала смотрел у девчонок обзор я думаю что многие из вас тоже с ней знакомы а вот про инфес если честно как-то я ничего и не знала у данного бренда представлено всего 40 позиций 40 позиций элитной и селективной парфюмерии обязательно ставлю картинку и как заявляет производитель парфюмы изготавливаются из эссенции высокого качества из франции данные ароматы можно приобрести либо на официальном сайте если вы будете приобретать именно официальном сайте то там будет действовать мой промо-код вера он называется я обязательно подпишу он дает скидку 10 процентов на весь ассортимент и также плюс вы получите в подарок 3 миниатюры из премиальной линейки усо либо либо можно заказать на в адрес тоже обязательно ставлю все ссылочки но на в адрес не будет к сожалению действовать промо-код на скидку поэтому смотрите сами выбирайте сами где лучше вам приобретать также забыла сказать что есть у фирмы инфес такая услуга по консультации выбора аромата именно ватсап тоже обязательно ставлю ссылочку если кого-то заинтересует можете проконсультироваться по выбору аромата почему бы нет это по моему очень удобно и сегодня на обзоре у нас будет представлено 9 ароматов я решила что мы наверное начнем с вами по возрастанию то есть начнем с тех ароматов которые мне понравились наименее всего и закончим моими лидерами и фаворитами скажу сразу что только с одним ароматом из всех представленных я знакома с оригиналом остальные ароматы как звучат в оригинале я не знаю поэтому сравнивать насколько они схожи я не буду я просто выскажу свое мнение как красиво или некрасиво звучат ароматы как они вообще раскрываются как они держатся если шлейф если стойкость у меня было время их протестировать я их тестировала и на коже из блоттера поэтому все-таки какое-то такое общее впечатление общее мнение у меня уже сложилось о данной фирме и я с вами сегодня поделюсь этим мнением так ну что ж давайте наверное начнем поближе покажу вам коробочку коробки представлены в красном и черном цвете а все флакончики были естественно естественно заслудированы и каждый флакон идет по 25 миллилитров если честно для меня это самый самый оптимальный объем не больше не меньше мне не нужно в общем вот такие вот флакончики достаточно лаконичные но при этом неплохое исполнение для мне кажется аналоговой парфюмерии и самое что для меня важная крышечка не спадает она держится хорошо и так на 9 место я поставил аромат под номером 34 и это аналог на tom ford который называется bitter pitch 9 место я его поставила только потому что мне не понравился сам аромат его звучание не потому что он как-то плохо сделан а потому что это немного не мой аромат для меня он тяжеловат мне в нем какая-то нота именно мешает раздражает и я так поняла что оригинал мне тоже не понравится оригинал это тоже не моё просто не мой аромат вот и все поэтому я его поставил на 9 место потому что я наверное не смогу его носить он вызывает у меня головную боль потому что аромат достаточно яркий диффузный шлейфовый первых 10-15 минут вообще может разболеться голова потом он как-то конечно усаживается становится более мягким но при этом при всем мне все равно в нем тяжело находиться в данном аромате но это tom ford конечно и я так понимаю что оригинал тоже не моё не моя тема но вообще для любителей именно аромата bitter beach можно познакомиться с данным ароматом мне кажется найдутся на него любители но это немножко и просто не моя тема там есть и персики конечно вот эти сладкие которых я ждала но помимо сладких персиков есть алкогольная нота ром и коньяк есть много бензоиновых нот а плюс заявлен лабданум мне кажется вот то слияние бензоин и лабданума мне здесь мешает вот плюс ваниль деревяшки все это все это есть очень такая богатая обширная пирамида но в совокупности немножко немой аромат поэтому я его ставлю на 9 место на 8 место я поставила аромат аналог на герлен из линейки аква аллегория это мандарин и базилик здесь уже крышка идет такого серебряного цвета тоже хорошо держится ничего не спадает и данный аромат я ставлю на 8 место потому что мне жутко не понравилось как выполнены здесь база вообще аромат про взрывные цитрусы про зеленые чайные ноты про сочность свежесть и заряд позитива это все так и есть на старте примерно минут десять я слышу вкусные сладкие цитрусы мандарин апельсин зеленые чайные ноты деревяшки но к базе появляется неприятный для меня пластиковая резиновая нота вот как будто бы кукла барби резиновая такая дешевая китайская и вот пахнет резиной для меня вообще аромат неплохо держится на коже он шлифит но все портит именно его база мне не нравится как он усаживается на моей коже и кожи да и в принципе с блотера появляется вот это вот неприятный для меня резиновая нотка а так аромат очень был бы интересный вот если бы не база цитрусовый взрывной очень позитивный когда его впервые вообще протестировал сказала вау вау как это сочно как это ярко вкусно и по-летнему но вот потом появились появилась для меня неприятный база поэтому я его ставлю на восьмое место так идем с вами дальше на седьмое место я поставил аромат под номером 18 это аналог на лилаба сантал 33 я обязательно буду вставлять картинки как выглядит оригинальный флакончик и это унисекс для мужчин и для женщин и я могу сказать что да но мне кажется что мужчине даже этот аромат будет звучать более интересно нежели чем на девушки аромат на тему кожи на древесных нот пудровых нот мягко пряных и вообще он такой какой-то сухой вот сухое у него звучание он у меня ассоциируется с солнечной осенней погодой под кожаную куртку косуху под джинсы под грубые ботинки вот этот аромат это если говорить на девушки как я его вижу воспринимаю но у нас конечно такая осень что кожаную куртку косуху не надеть практически как зима но тем не менее я вижу его именно на осеннюю погоду по поводу звучания я не вижу в нем каких-то дешевых отталкивающих нот хорошо выполнен аромат достойная база на старте 5-10 секунд спиртит потом спирт уходит но в целом очень интересное раскрытие опять же не сравниваю с оригиналом насколько они похожи я вот именно говорю про про ту как выполнен аромат у фирмы инфес мне понравилось очень достойно хорошая стойкость присутствует шлейф поэтому этот аромат я могу посоветовать мне понравился на шестое место я поставил аромат под номером 09 это аналог на мимо марфа опять же унисекс для мужчины для женщин но вот тут уже мне кажется больше в сторону женский аромат нежели чем для мужчин для мужчин конечно уж подойдет но мне кажется все таки больше для женщин а на старте это взрывной цитрус это цветок апельсина плюс спирт спирт примерно 10-15 секунд потом он улетучивается и выступают откровенные белые цветы в перемешку с древесными нотами и ванилью к базе вот уже где-то наверное минут через 30 когда аромат усаживается я слышу сливочную туберозу с деревяшками и с ванилью то есть именно здесь тубероза она становится сливочной чисто белый цветочный красивый аромат тоже опять же я хочу сказать что достаточно хорошее добротное исполнение нет каких-то дешевых отталкивающих нот хорошая стойкость шлейф присутствует вот тут прям все тоже меня устраивает хороший аромат меня он порадовал буду с удовольствием носить а по поводу сезона мне кажется это вот как раз таки сейчас осень превосходно будет потому что все таки яркий он яркий он может даже подушить нужно поаккуратнее вообще на самом деле все ароматы яркие особенно старте главная дозировка интересное звучание то есть это вот откровенно прям таки белые цветы более я ничего не слышу просто в обрамлении древесных ванильных но так откровенно белый цветочный приятный аромат на пятом месте аромат под номером 06 это tom ford табака ваниль вообще мне кажется уже многие знакомы и с оригиналом и с аналогами том ford табака ваниль но я до сих пор до недавнего времени не была знакома то есть я вот познакомилась действительно впервые с этим ароматом в аналоге от компании инфес что могу сказать мне аромат понравился очень необычный интересный и меня он заинтересовал и меня в первую очередь это конечно аромат про табак про специи про ваниль и деревяшки говорить о заявленном какао он есть пирамиде я не могу потому что какао для меня здесь как-то на подпевке если совсем представить что здесь есть какао его можно услышать это правда но на первый план для меня все-таки выступает именно табак и специи в обрамлении ванили и древесных нот и где-то там далеко-далеко какао интересный аромат мне нравится он и на старте мне нравится он и в базе хорошо от начала до конца звучит и хорошая стойкость присутствует шлейф тоже могу похвалить фирму инфес в исполнении этого аромата опять же с оригинал не сравниваю не знаю как звучит в общем хвалю данный аромат мне он очень нравится очень приятно остаться даже какая-то свежесть в нем есть как будто свежий зеленого табака именно зеленого а потом к базе уже такой сухой табак классно мне понравилось тоже могу посоветовать на четвертое место я поставила чисто мужской аромат под номером 24 и это аналог на опулент шейк classic номер 77 шейк как-то так его произнесла и обязательно тоже опять же ставлю в картинку я не знакомы с этим ароматом вообще не как я имею ввиду с оригиналами даже впервые наверное увидел этот прекрасный флакон но это чисто мужской аромат это аромат для мужчин и я могу сказать что это прекрасный мужской аромат я уже тоже опять ждала протестировать его своему супругу и зная своего супруга ожидал что он скажет фу что ты мне даешь потому что он не признает аналоговую парфюмерию он не признает каталожную парфюмерию как например я ее люблю он вот пользуется исключительно люкс ароматами это вы знаете очень избирательный то есть не каждый люкс парфюм ему понравится вот правда я обязательно как-нибудь сниму коллекцию ароматов своего супруга если кому-то будет интересно она небольшая но вот что просто плюс-минус понимать человек действительно избирателен я вот например в этом плане более всеядно в парфюмерии он же нет но вот этот аромат знаете ему понравился я его спросила ты будешь им пользоваться он сказал да поставь мне его вот на полочку к моим ароматом потому что на самом деле здесь придраться ты не к чему действительно красивый аромат в пирамиде что заявлены здесь лаванда пергамот лимон базилик корица яблоко гвоздика как пряность и герань и базе ваниль мускус почули дубовый мох кедр и лабдану я не смогу его как-то там не знаю писать вообще очень тяжело описывать мужские ароматы но это действительно красиво здесь и сухость лаванды здесь и немножко и пряности вот этой гвоздейки но при этом сочность цитрусов а плюс все это разбавляет зеленое яблоко это в совокупности красиво звучит как по мне аромат хорошо будет раскрываться осенью даже зимой кроме лета летом прям наверное может задушить потому что он громкий он реально громкий красивый аромат стойкий шлейфовый мне очень нравится как немножко двигаемся чтобы все поместилось на третье место я поставила аромат под номером 37 это молекула молекула эсцентрик 01 вот как раз таки когда я говорил что я с одним ароматом из всех знакома с оригиналом я говорила про него потому что молекулу я не единожды тестировала магазине я все знаете не могла понять нужен мне этот аромат в оригинале или нет ну вот я имею ввиду в полном размере и вот как-то не знаю вроде бы нравится вроде бы и нет самый главный минус для меня именно вот этого аромата он не стойкий вот мне показалось что он не стойки он сидит близко кожи он не шлифит мне вот как показалось в оригинале тоже на мне не особо стойкая шлейфовая по крайней мере я себя не слышу первую молекулу если вторую эсцентрик я очень хорошо слышу весь день и на второй день могу слышать с волос то первый эсцентрик вот как-то мимо меня в этом плане хотя звучание мне нравится и вот этот аромат в аналоге от инфес я поставила именно третье место потому что здесь хорошие достойное звучание достойное раскрытие они хорошо сделали молекулы эсцентрик 01 потому что это действительно похоже это красиво это не дешево но это не стойка девчонки как мне показалось вообще интересное звучание я думаю сейчас я нанесу еще раз на блотер наверное и на кожу ой такой приятный на старте как будто бы слышу цитрусы и фиалку хотя в пирамиде нет в помине ни цитрусов не фиалки здесь вообще только одна нота заявлена это и сои супер но мне слышится на старте цитрусы потом они естественно уходят и это просто чисто такой древесно-мускусный аромат с небольшой сладковатой амбровой нотой но мне очень нравится я люблю молекулярные ароматы в принципе и вообще молекулярную ноту по поводу вот этого аромата в аналоге от инфес я могу сказать что это действительно достойно это круто вот я с кожи его сейчас послушаю очень красивый унисекс аромат пока я даже не буду покупать себе оригинальную молекулу мне это ни к чему потому что что оригинальная молекула на мне плохо сидеть я не слышу ее поэтому нет смысла переплачивать я думаю если стойкости там и там не очень я буду пользоваться вот этим ароматом просто его постоянно обновлять когда мне нужно будет и не экономить вот здесь хороший объем 25 миллилитров ни много ни мало как я уже сказала мне будет более чем даже аромат который я поставила на второе место это тоже опять же наверное уже сто пятьсот миллионов раз многие спробовали и в оригинале в аналоге ароматы под номером тридцать один и это аналог на киеве good girl gone bad extreme версии extreme а я опять же до сегодняшнего момента пока не выбрала вот именно в компании инфес этот аромат вот кельян не была знакома с оригиналом и даже даже не с оригиналом даже в аналоге тоже опять же не была знакома и мне было очень интересно познакомиться классный классный сочный взрывной стойкий как мне кажется сексуальный аромат выполнен хорошо выполнен очень достойно не зря его поставила на второе место в этой линейке яркий красивый аромат я не знаю откуда но я слышу здесь сладкие медовые персики с молочными такими нотами то есть мне слышится почему-то персик хотя персиков нет здесь вообще аромат про белые цветы да то есть цветочный фруктовый но никак не на тему персиков но я слышу помимо белых цветов еще сладкий сочный персик я не знаю как так выходит именно с молочными нотами с лактонами молочными нотами красивее на аромат опять же добротно выполнен а не могу сравнивать с оригиналом так ли он звучит или нет но вот то что я слышу именно вот в этом флаконе мне нравится целиком и полностью я буду сама носить этот аромат сейчас на осень будет идеален на зиму почему бы нет потому что достаточно громкий он сладкий стойкий и шлейфовый хороший аромат мне очень понравился опять же для разнообразия вот эти 25 миллилитров мне как раз будут кстати поэтому могу посоветовать к знакомству именно аромат под номером 30 какой у нас 31 до получается 31 хороший аромат мне понравился и девятый аромат который занял у нас лидирующую позицию первое место я ему отдаю это аромат под номером 25 и это аналог на джо малон который называется вот сэйч энд сия салт вот просто этот аромат пришелся по моему вкусу именно вот такие ароматы я люблю наверно больше поэтому он и на первом месте но здесь действительно есть за что ему отдать первое место потому что действительно очень приятный аромат и мне кажется 25 миллилитров не будет как раз таки маловато хотя бы 50 вот на лето на весну огонь аромат на тему для меня сладких цитрусов которые присыпали специями совсем немножко специи присыпали немножко солью и все это лежит знаете на такой сухой траве здесь вообще в парамиде заявлен шалфей я могу сказать что я слышу какую-то такую сухую траву может быть сухой шалфей как раз таки вообще он свежий он морской он зеленоватый ноты он цитрусовый то есть это не тяжеловичок абсолютно это такой свежий летний я бы даже сказал бодрящий освежающий аромат очень приятный очень нравится интересное звучание не просто банальные цитрусы а это как-то все так интересно выполнено с добавлением немножко таких пряных нот солоновых нот и плюс сухость шалфея мне очень нравится приятный достойный хорошо держится шлифит опять же что меня порадовал я сначала тоже думала и испугалась что будет какая-то неприятная база но нет то есть в отличие от аромата который мне выдает в базе резиновую ноту вот который от герлен аналог а здесь в этом аромате все замечательно здесь нет такой базы неприятный для меня поэтому он заслуживает я считаю первое место от начала до конца он звучит хорошо на старте опять же есть спирт примерно 10-15 секунд но я не считаю то каким-то криминальным и плохим потому что во многих ароматов даже в люксу есть на старте спирт бывает да что есть спирт поэтому я в этом не вижу ничего плохого ничего страшного быстро выветривается идет красивое раскрытие звучание аромата так ну что ж а на сегодня это все рассмотрели с вами 9 ароматов фирмы инфес в целом могу сказать что мне данная фирма понравилась что-то конечно не в моем вкусе поэтому мне аромат не нравится что-то например как вот этот аромат база здесь как по мне нужно ее доработать потому что ну вот прям действительно резиной пахнет а так я считаю очень достойная фирма имеет место быть мне было приятно познакомиться с данными ароматами поэтому большое спасибо хочу сказать фирме инфес за это приятное знакомство в общем а вам напоминаю что все ссылки будут под видео проходите смотрите также не забываем про мой промокод который вам даст скидку 10 процентов вот уже экономия поэтому если вы вдруг надумаете делать какой-то заказ конечно же обязательно воспользуйтесь промокодом а вам спасибо за просмотр спасибо что были со мной ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал пишите добрые комментарии пишите знакомы ли вы с парфюмерии инфес может быть вы что-то и для себя уже приобрели что-то у вас в использовании что вам понравилось что не понравилось мне будет на самом деле очень интересно почитать ну что же на этом точно все всем спасибо и всем пока пока до новых встреч